Русские литературы В поэзии сравните литературное описание русалки и ее образы в литературе, углубите представление о поэтике жанра. Отгадайте загадку. Закипели волны, и присмирели вдруг опять, и вдруг легка, как тень ночная, бела, как ранний снег холмов, выходит женщина-ногая. И молча села у бряков. Вы правы, это русалка. Составьте кластер со словом русалка. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте проверим. Лукоморье, ундина, выдумка, утопленница, берегиня, сирена, дельфин, Андерсон, царевна морская, гребень. Как это все связывает нашу русалку, будем рассматривать на уроке. Что вы же знаете о русалках? Заполните таблицу «Знаю», «Хочу узнать» и «Узнал». Субтитры создавал DimaTorzok Мы знаем, что русалки – это человекоподобные существа или духи. Живущие в воде до пояса, они ничем не отличаются от людей. А нижние части тела вместо ног имеют плоский хвост, похожий на хвост рыбы. И что вы хотите узнать? Образы русалок в русской поэзии. Название «русалка» соединили со словами «русло» по местожительству русалок в реках. И русы – русявы по русому цвету волос у русала. Кроме слова «русалка» существуют также и другие названия. Купалка, водяница или водяная. Место обитания русалок. Русалки живут не в одном месте. А главным образом – в водах, в лесах и полях. Местожительство их не одинаково в разные времена года. Чаще всего они живут в водах, в хрустальных дворцах, построенных на дне глубоких рек. Русалка относится к числу наиболее популярных образов народной мифологии, представленной в отечественном искусстве и литературе в частности. Ахматова, Блок, Веденский, Гоголь, Горький, Гумилёв и другие представители классической литературы, которые обращались к образу русалки. С ранних лет на слуху у нас строки Пушкина. Русалка на ветвях сидит. Лермонтова. Русалка плыла по реке Голубой. И Гумилёвская. На русалке горит ожерелье. И рубины греховно красны. Вспоминается и прекрасная паночка Гоголя. Майская ночь или утопленница. И русал, ищи сказки Александра Николаевича Толстого. И рассказ Кости из Тургеневского бежен луга. О плотнике Гаврилии, которого встреча с русалкой сделала навеки невеселым. Время, мода, интересы и мировоззрение, индивидуальный стиль, художественные задачи делали образ русалки сугубо личностным для каждого автора. В этом смысле не будет ошибкой. Сколько произведений о русалках, столько и разных русалок. И всё же есть общие мотивы, сюжеты, есть традиционные для литературы характеристики внешности русалки, её поведение. Русская поэзия 18-го, первая половина 19-го века, особенно переводная и подражательная, часто использовала эти образы. И второй источник – это непосредственно русская мифология. Примерно середины 18-го века привлёкшая внимание писателей «Собиратели, издатели, широкую читающую публику». Зинаида Николаевна Гиппиус. Песни русалок. Всё благо – и жизнь, и яв, и сон. Мы солнца смертельно горячего Не знаем, не видели, Но мы знаем его отражение, Мы тихую знаем луну. Влажная, кропкая, милая, чистая, Ночью серебряной вся золотистая, Она, как русалка, добрая. А в стихотворении Сергея Есенина Русалка под Новый год Ты не любишь меня, милый голубь, Не со мной ты воркуешь с другою, Ах, пойду я к реке под горою, Кинусь с берега в чёрную прорю. Не отыщет никто мои кости, Я русалке вернусь весною, Приведёшь ты коня к водопою, И коня напою я из горсти. Настоящие русалки в самом деле уходили из верования и поэзии со стареющим XIX веком, задерживаясь порой в сказочно-мифологическом сознании или у неисправимых идеалистов. В 1911 году Анна Ахматова, болезненно ощущая бег времени, как бы прощаясь с детством и юностью, написала Над засохшей по великою Мягко плавает пчела, У пруда русалку кликаю, А русалка умерла. Такова краткая и потому заведомо неполная, но достаточно яркая русалычья палитра русской литературы. Русские поэты, создавая свой романтический облик русалки, наделили её неземным голосом и невероятно красивыми волосами, сделав акцент на роковом сочетании внешней привлекательности и смертельной опасности. Образ русалки привлекал внимание не только русских литераторов, но и композиторов. Например, в 1848 году, взяв за основу произведения Александра Сергеевича Пушкина, Александр Сергеевич Доргомышский создаёт оперу «Русалка». Давайте подведём итоги и заполним третью графу нашей таблицы «Знаю, хочу узнать, узнал». Что вы узнали? Мы узнали, что русалки в стихах русских поэтов чаще всего не похожи на демонические существа. Они наделены человеческими характерами, поступками. Русалки воспринимаются как девушки, которые влюбляются, радуются, мечтают и страдают. На этом наш урок подошёл к концу. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова